Всем привет! Раннее утро. Внизу мяукает Минька, пора идти к ней. Но я хочу записать вам небольшое приветствие и обращение. Вы нам пишите комментарии, мы не обижаемся. Мы хотим сегодня ответить на пару ваших комментариев, и мы надеемся, что вы тоже не обидитесь. Очень важно, что мы можем друг с другом общаться и вести какой-то диалог. Надеюсь, это видео вам сегодня понравится, и вы также напишите комментарии. А это был следующий кадр. Я вас поприветствовала, поставила стакан на стол, он упал и разбился. Сегодня вот такое утро. Посмотрите, как много тумана, как много росы. У соседа по крыше ходит мужчина, проверяет, сколько у него там воды. Вы соседа, наверное, даже и не видите. Нашему официанту рисует на руке портрет. Но я не думаю, что это его портрет. Это, наверное, какая-то девушка. Да, эта девушка такая улыбается. Он же совсем не похож. Вот, сейчас я вам его покажу. Вот он. Он в очках. А здесь без очков. Может, еще дорисуют? Ну, очень красиво. Хорошо. Хорошо. Супер. Beautiful. YouTube, YouTube, да, да, в YouTube, да. Они уже все знают, что у меня есть YouTube-канал. Я им показала. Так, а это что будет? Красиво. Красиво. How much? А, бесплатно? Машка головой, что бесплатно. Но это, видно, свои ребята. Между собой разберутся. Ребята ходят с металлоискателем, что-то ищут. Может, монетку найдут. А вообще, можно что-нибудь найти? 15 рупий уже нашли. 15 рупий? И байк. Байк? Да, вот такой вот. Он тоже пищал? Да. А кольцо, допустим, будет пищать? Да. Пробовали? Можно еще бросить? Блин. Подержи. Подержи. Подержи, подержи, подержи. Подержи. Сейчас мы проверим. Подарк, держи. Ага, держи. Подарк, держи. Сейчас проверим. Давайте. О, пищит! 11,12. 11,12. Это много? Это почти как пробка. Много пищит, да? Похоже на пробку. На пробку. Сеньки. Смотри, что я сегодня нашел. Чистый изумруд на море. Острый, как бритва. Боюсь, что люди порежутся. Я собираю стеклышки. А Клара Новикова писала. Она везла шампанское. И продавали здесь, в Индии. Оказывается, им нужно было не шампанское, а именно зеленая русская бутылка. Она привезла в белой бутылке дорогое и выпила сама. Тебе писала сама лично Клара Новикова? В комментариях люди писали. Нам всякое пишут. Блин, я думала, Клара сама объявилась. Особенно пишут, что не там ударение ставишь. И это, ложишь или кладешь. Мы ложим и кладем. Смотри, свежая рыбка. Прямо из сетки. Дельфины откусывают. Видишь, зубы прямо остаются. Свежий завоз. А может, акула? Может быть. Сейчас покажем. А, да, акула может быть. Сейчас Миньке дадим. Меня, смотри. Свежая рыбка. На тебе. Будешь и такое. Бери. Лизу. Тебе. Свежая, даже не мороженная. Так, мою сумку не надо. Сегодня у нас мороженое, а у Миньки рыбка. А у нашей Миньки начали округляться бока. Виктор говорит, может, она беременная. Я говорю, так она же стерилизованная. Это просто от хорошего, правильного питания. Представляете, вот эта рыбка свежая, она не мороженая. Пока мы лежали на море, рыбка лежала в холодильнике. А давай и тебя, и меня откормим, и у нас будут бока. Так нам придется рыбу есть. А мы ее не едим. Все, Минька занята, молчит. Ай ты, боже, как вкусно ей. Так, что-то выплюнуло. Это хребет на нее. Хребет. Минька, Роза приедет, тебя не узнает. Ей, конечно же, было бы классно подстричь ногти. Я вижу у нее вот на задних лапах прям когти. Но она такая чуть диковатая. Не будем ее мучить. Пусть уже живет со своими когтями. Так, все, съела их хребет. Так, 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 что дальше? Будет просить еще или нет? Ну, вкусно тебе? Дай сухарик, а не жалею же. Будешь сухарики еще? Да, сухарики ешь. И сухарики будет. Ай, вкусно. Они тоже со вкусом рыбки. Хрустит. Послушаем, как она хрустит. Мороженое хрустит. Мы с тобой как на вокзале. Мы съели шоколадное все мороженое. Сейчас перешли на мороженое манго. Но чистый манго, чистый. Съели в том плане, что не завозят в магазин почему-то. Мы раньше всегда покупали по 35 шоколадное. А сейчас по 30 манго. Выглядит вот так. Очень вкусное. И всегда сидим рядом с Минькой, пока она кушает. Ходит, орет. Вот, сухарики не ест. Требует рыбу. Может, не такую дать? Большая и надо помыть. Уже кто-то живот съел. Что-нибудь поменьше у вас есть в рационе? Щупаю. Требует. О, Минька. О, да, только помой. Смотри, какая тут красивая рыбка. Помыл, Виктор. Это лещ. На, скрипучка, на. Лапами, лапами. Смотри, какие. На. Лапой не дай мне. Угу, Гинь. Видите, она со спины. Она уже не худенькая. Вот у нее спинка какая. И шерсть у нее стала пушистая. Видно, все равно у нее были какие-то бложки. Сейчас их нет. Видите, она стала пушиться. Ты моя хорошая. Пришла ко мне. Ай, лапами как делать. Я боюсь так лапами. Мороженое ты не кушаешь. Я бы тебе дала. А? Да, 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 да. Да, да. Ай, вот так делает лапами. Винька, это опасно, да? Да, опасно. Танцует. Танцует. Тра-та-та-та-та-та-та. Умываться будем, да? Покажи людям, как надо умываться. Сначала правой лапкой. Потом левой лапкой. И вот так. Моську, моську. После рыбки. Так, после рыбки. Вот так. Занять удобное положение. Упражнение повторить несколько раз. И лапками. И лапками. Вот так. Вот так. Ай, вот так каждый когаточек. Мы потом рыбу в морозилку кладем. Ложим или кладем, не знаю. Но она ест. Или кушает. Для меня так все равно, что ложим, что кладем. Мне кажется, для меня это тоже. Лишь бы рыбка была. И ей, наверное, все равно. Но есть люди такие интересные. Это еще не все. Ложим и кладем, это еще не все. Сегодня что-то новенькое было. Что там было? Кушать и есть. А! Кушаем или едим. Вот ты кушаешь или ты ешь? Мне интересно. Где тут знатоки русского языка? А что вы скажете, знатоки русского языка, про кофе? Вот он, она или оно кофе? Еще вчера был он, а сегодня уже не он. Есть анекдот про он. Как спирт хотели спрятать, написали формула в конце О-А-Ж. Подходит ребята, говорит, написано он. Открываем, точно он. На свой брен. Ты моя сладкая. А когти, посмотри, когти какие. Я боюсь. Прячет, и спрятет. На Миньке очень хорошо виден мой маникюр. Я уже не лезу. Глаза покажи. Не трогай ее, она пусть отдыхает, она передела. Когда ты переешь, хочешь полежать. Видишь, и она переедет. Да, мои колеса. Ты моя шутка. Тут в Индии, вот эти все местные, они вечно голодные. Все время орут, орут, орут. Дай, 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 дай. И Минька орет. И Минька орет. Ну, покажи лапами. Подожди, подожди тебе лапами. Лап. Ну, она же уже должна понять, что мы ее кормим столько, сколько она хочет. Мы не жалеем. Все равно мягче. И кусят еще. Купили большой-большой мешок корма, рыбу таскали. Меня уже два раза кусило. Вот она благодарит. Да. Это то, что нам рекомендовали купить. Не просто яблоко, а сметанное яблоко. Она, видно, из того же сорта, что и от Имая, Черемоя. Только чуть-чуть другого вида. Сказали, будет кисло-сладкий вкус. У меня такое ощущение, что он уже пропавший. Пропал. Куда он пропал? Куда он пропал? Испортился. Ой. Кости есть. Кости есть. Ну, и в той были косточки черные. Я почитала в интернете, оно очень полезно для профилактики инсульта, инфаркта. Из организма выходит, выводит холестерин. Покажи. Запах не могу передать какой. Очень интересный запах. А это наша папайя. Как вкусно пахнет, как будто духами. А что вкуснее? Это папайя наша? На, понюхай папайю. Уже и папайя стала пахнуть. Первый не пахнет. Папайя пахнет, а это пахнет духами. А ложечка есть? Знаешь, что, подержи вот этот фрукт. Виктор точит папайю, смотрите. Он точит папайю, а я так хочу попробовать скорее вот это сметанное яблоко. А как это, а ты моя, назывался? Ачимой. Ачимой. Ну, какое там яблоко? Другое. Просто какое-то яблоко. Сладкое яблоко, наверное. А это сметанное яблоко. Очень много костей. И в том были кости. Но говорят, надо кушать, чтобы уже был такой мягкий-мягкий. Я думала, ты мне дашь. Скорей хочу, скорее дай мне, скорее. Нет, это другой вкус. Как сало. Сало? Ничего себе. Поэтому и сметанное. Какое сало, что-то... Ну, шпик. Как сало. Вот если нет сала, здесь вот это можно скушать. Ну, консистенция. Ну, такое. Да, когда сало, знаете, без холодильника полежит, консистенция. Но вкус... Мне вот киви с чем-то... Имки у вальги клащеню с куточа. Бурно ты, Дарик. Хватит. Устивяли. За папу. Все, кто из Литвы, конечно же, понимают, что он орет. Так ты ж в янтарях все. Ой, янтари покажу твои. Где? Где? На грудях. Видно? Да. Сегодня мужчина подошел, говорит, это чьи-то старые-старые зубы. Да ты что? На тебе в комментариях пишут, что у тебя вот такие были зубы. Их потом выдрали, ты их повесила на шею и ставила себе пластиковые. Ну, покажи зембы, покажи зембы людям, покажи сблизи. Подожди, я хочу сказать, люди, то, что Виктор сейчас кричит, это, конечно же, юмор. Он кричит по-литовски, типа, открывай рот, кушай сало. Это он шутит. Потом, про зубы. Если вы ничего не понимаете в стоматологии, в медицине, не пишите свои вердикты. У меня зубы мои, не вставные. Я их вечером не вытаскиваю, в стакан не кладу. Нет, они у меня мои. И верхняя челюсть, и нижняя. А то, что вы пишете про моего мужа, это тоже неправда. У нас у обоих свои зубы. Мне кажется, у тебя и глаза не настоящие. Да, начинается. Открой глаза. Таких не бывает глаз. Ты, наверное, вставила какие-то. Да. Глаза вставные. Что там еще вставляют женщины? Груди. Груди у тебя эти. Силиконные. Да, ну, если бы у меня были силиконные, они бы были 25-го размера. А, еще сказали, что у меня это, пятая точка обвисает. Ну, я бы вам сейчас показала свою пятую точку. Но я сейчас нахожусь без купальника, не могу показать. Ютуб не пропустит. Ну, поверьте на слово или спросите у Виктора. У меня ничего не обвисает, несмотря на то, что мне уже 50 лет. В общем, представляете, ананас. Сметане и одеколон на банку туда. Ананас, сало, сметане и очень хорошие духи. Ну, а ты мне скажи, ты ешь или ты кушаешь? Вот какая разница, ешь или кушаешь. Ну, сказали, что едят кто, дети или наоборот? Я уже забыла. Может, кушают дети? Кушают дети, а взрослые едят. Знаете, что самое интересное? А, старики и дети. Вот, я помню этот комментарий. Старики и дети. Большая разница между стариками и детьми. А где эта грань? Когда дети, ну, может, дети 18 лет переходят там во взрослую жизнь. А когда взрослые превращаются в стариков. Вот, допустим, мы живем в Литве. У нас не принято называть людей старик. У нас это не принято. Человек старшего возраста может обидеться. Надо говорить сеньор. Даже на пенсионеров не говорят пенсионер. Надо говорить сеньор. Это культурно. Вот, и поэтому вы пишете старик. А кто такой старик? Во сколько? В 50, в 60, в 70 лет старик? Русиш культуриш. У нас есть знакомый. Ему 83 или 84 года. Повелос, привет. Клаба с Повелой. А женалка тоже. Вот, Повелос. Ему 83 или 84 года. Он мне запретил его называть на вы. И мы с ним общаемся как вот на равных. Как с другом. Ты. Понимаете? И неужели я приду Повелосу и скажу, Повелос, ты старик? Да у меня язык не повернется. Ты кушаешь. Или ешь. Поэтому... Ложишь или кладешь. Поэтому я не знаю, что я кушаю или ем. Ребята, ваш этот русский язык так быстро меняется, что вы не успеваете там за этими всеми правилами. У меня в ненастоящих зубах залезла папайна. А есть у тебя такая ниточка специальная для ненастоящих зубов? Есть. А стаканчик есть, куда ты складываешь потом зубы свои? Вечером? Да. В граненой. Со звуком таким. Плях туда. В граненой. Наговорили вам кучу всего. Я представляю, какие вы сейчас напишите комментосики. Да? Ладно, все. Идем дальше. Идем дальше. Но она безвкусная. Идет бычок, шатается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы такие известные. Вы такие известные. А я вас снимаю, можно? Снимать? А вы откуда? Мы сами из Беларуси. О, зюмы. Как приятно. Мы перед тем, как приехать сюда. Мы тебе гадали-гадали, откуда ты такая. Ну, отгадали? Ну, вот что-то похожее с Беларуси. Не, мы имели представление, что ты из Беларуси, что и он лапус, я стопудового знал. А что ты из Беларуси по разговору чуть-чуть все равно где-то проскакивала. Либо Украина, либо... Или Новохруда. Да, да. 50 на 50. Украина-Беларусь. А, ну, вот так же. А вы с какого города? Ну, из Лоево. Уминская область, мы как раз на границе. Там, как-то, типа, городской площадь. У нас речка протекает в городке. Мы границу мы... И с Украиной. И вторая сторона – это Украина. Классно. Так вы нас смотрите, да? Что? Ну, мы перед тем, как сюда приехать, да, сколько мы смотрели. Короче, мы там попались, наверное, месяца два назад. Вот мы все присмотрели. У вас уже... Просто года четыре назад сюда первый раз приезжали, да? Нам понравилось. И мы потом начали... Ну, в смысле, мы сюда приезжали. А потом получилось один раз во Вьетнам. А потом ковид, потом вот эти все события, и мы уже не ездили. Вообще не ездили. А как ваше имя? Как ваши имена? Елена и Игорь. Как ваши? Игорь. Игорь. Елена и Игорь. Да. Приятно. А мы Тина Доксина. Да, не знаю. На сколько дней вы приехали? Мы каждое утро садимся пить кофе. Отлично. И включаем. Супер. На Ютубе вас включаем и смотрим. Супер. Утро начинается так. Но сейчас, наверное, не смотрите. Мы только вон, мы у вас паровоз. Мы только вон с паровоз. Сегодня тепленькие. А вы на сколько дней сейчас? На месяц. На месяц? Класс. Может, встретимся? Ну да. Конечно, встретимся. А мы хотели пойти посмотреть ту кафе, которую вы все рассказывали. Намасте. Да. Пошли, может, найдем. Может, и вас встретим. Пошли, может, и вас встретимся. Надо сначала научиться управлять парусом, а потом брать доску. Вот этот парень и пытается это сделать. А вот дальше, смотрите, кидает летающая тарелка. Они вдвоем. Но я вчера видела парня, он сам себе кидал летающую тарелку, и она прилетает к нему обратно. Он кидает, и она же к нему прилетает. Это был бумеранг. Вот он. Этот мужчина, который кидает летающую тарелку сам себе против ветра, и она прилетает к нему. Хоп, словил. Не отбил. Хотел отбить. Красиво. Он ее так затормозил. Она может руку отбить. Вот еще один. Ух ты! Бой тарелок в воздухе. Супер! Чтобы к тебе никто не подходил, надо сесть в круг, очертить свои границы, и все. Помнишь фильм «Ви»? Надо было так обкрутиться, или в детстве так играли. Зашла в магазин, чего-то хочется. Идут две женщины. И одна другой говорит, проходим мимо булочек. А та первая говорит «Почему? Почему?» Вот и мне чего-то хочется. Нет, это химии не хочу. Чего-нибудь вкусненького. Вот здесь все мажутся таким маслом. Они бывают от вот таких крохотных до огромных. Это, наверное, стоит рупи 10, не больше. О, мне надо губка мыть посуду. А это рис расфасовали по килограмму. Чечевица. Нет, это не хочу. У них так интересно. Есть вот такие маленькие кусочки мыла, как в гостинице. Даже есть дав крохотный. Конфеты мы покупали, когда ездили в Гоккарну на ЖД-станции. Мне не понравились. Были невкусные. Ничего не купила. Только губку. Но она стоит у них 35 рупий. Я посчитала 40 евроцентов. Недешево. Одна. 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 Одна.